Рынок здравоохранения России растет примерно на 10% в год, а его отдельные направления, в частности генетическая медицина, на 20% и выше. Один из лидеров в этой области, компания Genetico, в этом году проводит IPO на московской бирже. И в связи с этим источники РДВ решили разобраться, насколько это может быть интересно потенциальным инвесторам. Почему интересно инвестировать в генетика сегодня? Есть рынок генетических технологий, которые принципиально могут улучшить жизнь более 4 миллионам человек в России в год. Поэтому у этого рынка есть фундаментальные факторы для роста более чем на 20% ежегодно, по прогнозам экспертов. Сейчас в России этот рынок только развивается. Государство и бизнес наращивают в него инвестиции. Так, расходы только госбюджета на лечение, диагностику и исследования, связанных с генетикой заболеваний, за последние 5 лет выросли в 6,5 раз. Рынок сложный. Требуются годы, десятки лет, чтобы до него дойти и защитить свои технологии патентами. Зато потом бизнес на этом рынке стабильно генерирует прибыль с маржинальностью 50% и выше. Генетика, уже сейчас один из лидеров на этом рынке, собирается привлечь на IPO от 150 до 250 миллионов рублей под новые разработки и выход за рубеж. Мы считаем, что эти средства помогут компании вырасти в 6,4 раза за 5 лет, а инвесторы смогут заработать на этом более 230% за 3 года. По итогам 2022 года выручка генетику составила 312 миллионов рублей. Источники РДВ считают, что благодаря развитию популярности генетических тестов эта цифра к 2028 году может вырасти до 2 миллиардов. Что обеспечит такой рост? Генетическая медицина в целом и генетические тесты в частности — это новые для России направления. Но, судя по мировым трендам, вскоре они будут включены в стандарты лечения. Государство обозначает это как стратегическую задачу. О необходимости использования подобных технологий в области медицины на недавнем совещании говорил премьер Михаил Мишустин. Особенно в области здоровья семьи в целом и женщины и ребенка в частности. Больший потенциал роста кроется в трех направлениях, которыми успешно занимается генетика. Первое — тест НИПТ. Тест нужен, чтобы на ранних сроках беременности диагностировать патологию плода с точностью 99%. В мировой практике считается, что тест нужно проводить хотя бы беременным из средней и высокой группы риска. В некоторых врачебных сообществах, например, в американской коллегии акушеров и гинекологов, считают, что тест нужно проводить всем беременным. В России в 2022 году провели 30 тысяч тестов, при том, что беременных было порядка 1 миллиона 300 тысяч, а беременных из средней высокой группы риска порядка 255 тысяч. Почему это важно? Потому что до 12 недель мы можем решить, если есть какие-то проблемы с беременностью, ну то есть с плодом, который внутри, и есть по данному УЗИ какие-либо изменения, и мы получаем тест не совсем корректный, в этой ситуации у нас есть время до 12 недель, чтобы решить все вопросы с дальнейшим вынашиванием, целесообразностью, скажем так, вынашиванием этой беременности. По прогнозам источника РДВ, выручка этого направления у генетику может составить 700 миллионов рублей к 2028 году, то есть вырастет более чем в 10 раз от сегодняшнего уровня. Второе направление – это генетический тест ПГТ. Его проводят перед ЭКО, чтобы выбрать и перенести только эмбрионы без аномалий в ДНК, что позволяет повысить эффективность оплодотворения примерно с 30 до 50-60% и выше. То есть вместо 3-4 циклов ЭКО для наступления беременности нужно сделать всего 1-2 цикла. К примеру, мы получили с вами 5 эмбрионов, из них только один будет генетически нормальный. Если мы не делаем преимпляционно-генетического теста, мы будем переносить один эмбрион, второй, третий. У нас на это уйдет полгода, пока мы доберемся до того, который будет генетически нормальный. При стоимости цикла ЭКО в 150 тысяч рублей, стоимости ПГТ на цикл в 44 тысяч рублей, наступление беременности может стоить паре в среднем на 200 тысяч рублей дешевле. Для такого люди в России, как и в мире, готовы оплачивать ПГТ даже из своего кошелька. Пока ПГТ только внедряется в нашу врачебную практику. В России в 2020 году 8,5% циклов ЭКО было проведено с ПГТ, а в США уже более 20%. Потенциал роста рынка более чем в два раза. Люди обращаются к нам старше 35 лет. И в среднем, если приблизительно сказать, то это, скажем так, 75%, может быть, у отдельных врачей 80% аудитории нашей. Популярность ПГТ в России увеличивается стремительно. Всего за два года его использование в ЭКО выросло в два раза. И если опираться на западный опыт, может вырасти еще в два с половиной раза. Генетико занимает 21% рынка этой услуги в России и, по прогнозам, будет оставаться одним из главных бенефициаров. Третье направление – генетические тесты опухолей для подбора лечения рака. При некоторых видах рака, которые охватывают от 60 до 180 тысяч россиян ежегодно, нужно сделать тест опухоли, чтобы понять, какая терапия тут будет лучше работать. И всего за 45 тысяч рублей можно значительно сэкономить пациенту здоровье и время, сразу подобрав правильное лечение. Это тоже сравнительно новое для России направление, которое может показать значительный рост. Генетические онкотесты, как и НИПТ, вскоре войдут в клинические рекомендации. Медицина, как известно, не только гуманное дело, но и высокомаржинальная сфера бизнеса. А генетику – коммерческая компания. Итак, вопрос. Как инвесторы смогут заработать на генетической медицине? Инвесторы смогут заработать на генетика следующим образом. В первую очередь мы планируем, что ближайшие 3-5 лет основной фокус компании будет связан с инвестициями в это быстро растущее направление. И первые 3-5 лет – это возможность заработка на росте рынка и на росте стоимости. В последующем мы планируем, что прибыль получаемая начнет выплачиваться, когда этот рынок раскроется. И, собственно говоря, мы рассчитываем, что по прошествии этого времени мы начнем выплачивать дивиденды. Итак, подведем итог. Генетические тесты – стратегически важная часть современной медицины, которая повышает эффективность работы врачей, расходование средств государства и, главное, шансы пациентов на излечение. Проникновение генетических тестов на рынок России находится в самом начале своего пути и имеет потенциал роста на сотни и даже тысячи процентов. А генетико – уникальная возможность для инвестора заработать на росте рынка этих высокотехнологичных услуг в России. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал здесь, а также на канал в Телеграме. РДВ. Рынки, деньги, власть.